Моя Родина Сибири необъятна велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягода ка... Итак, перед вами для меня новый сорт, а я его еще не пробовал, называется осенняя. Так, а я нож с собой взял? А я нож взял? Конечно нет. Вот, хотел разрезать так демонстративно. Ага, вот оно. Знаете, когда мало места, ведь не зря вот сейчас Николай выпиливает здоровенный пятилетний абрикос. Опять конкуренция, но нету места. Кто выиграет ее? Есть роскошный абрикос и в одном метре роскошная груша. А, нет, я не сказал, что роскошный. Коля сейчас гремит, постой минуточку, отдохни. Вот, гри это. И вот получается, что кто из них выиграет соревнования? Я жду, вынужден, вот как там он уничтожил сейчас здоровенное дерево, молодое, перспективное. Но манджурский абрикос, у меня их много и все равно жалко. Так вот, кто выиграет этот спор? Абрикос еще не плодоносил. Это один из сортов будущего. Кого-то придется убирать. Или сама природа уберет. Итак, что там написано? Там написано. Московское осеннее. Вот две игрушки остались. Две упали. Вот они. Или три. Две. Прибывались. Ну что, пробовать при вас, так вы с слюной захлебнетесь. Но с другой стороны, ей надо полежать, она осенняя. Ну что ж мне делать-то? Что ж мне делать-то? Ну это не последний фильм. Так что давайте я пока грызть не буду. Вот. О том, что она вкусная, я не сомневаюсь. Разве может это быть невкусным? Тем более мне эту кто не присылает. Один раз прислали в Смоленское. До сих пор плююсь. Ну что, оптимистическая нота. Да какая хрен оптимистическая? Опять выбирать придется. Вот. И сколько у меня таких уже этих? У меня здесь рос фикарная слива сувенира Востока. Вот здесь, вот ее место. Вот здесь ее пень. Вот тут вот. А, когда она полностью погибла, Николай, он, у него необыкновенной силы человек, его в цирке выступать. Он ее вырвал с корнями. Так вот, она была задавлена. Абрикос. Абрикос. Груша. Абрикос. И полностью она была задавлена. Вот тут росла. Обидно, страшно. Это потеря, которая, если бы был бы хоть полсотки, я бы еще несколько, хотя бы, ну как сказать-то, я помог уничтожить ее. То есть соседи ее уничтожали, закрыв от солнца. И я уничтожал, ветки срезая. И у меня редчайший случай, единственное, или второе, нет. Всего два деревца погибло. Старики никто не погиб. Два молодых деревца погибло. Один персик полностью изуродованный обрезками для получения тех же персиков. То есть черенков персика. И вот эта вот слива погибла. Это и все. Это при том, что, когда я эти 10 соток засаживал, вот, земля была прикуплена. Вот тот, чуть не сказал, сарай. Опилки, доски и рубероид. Вот перед вами. И вот это все было мое. Вот это вот. Как за это время могло вот это вырасти? Так у меня же самое могучее в мире, самое морозостойкое. Это уссуристская груша. Вот. А вот это у всех моих груш, подвой уссуристской груши. А что же этой роскоши, вот этой вот роскоши, вот почему здесь не расти, а? Когда у нее такой подвой, и вот такие, вот она еще раз, желтеется. Видели? Вот это я хотел сказать. Здесь очень щадящая технология. Кстати, не замечал, не замечал, не замечал, и спросите меня, а что это будет. Буду искать бирку, вот, а на ней приросты какие. Посмотрите, это... Я вас... Буду удивлять. Еще не знаю, что вот это вот основное дерево, а на него уже привито. Не все прививки пошли. Вот видите, вот этот пленок еще не снял. Вот. Нет, снял, снял, снял. Это кажется, что не снял. Или не снял. Ну-ка. Нет, снял. Вот. А вот, смотрите, видите, привыка какая. Смотрите, это чудо. А знаете, какие это будут сорт? Называется красно-мясо и груши. Сорт написано, наверное, забыл. Я благодарен одному человеку, который мне их прислал. Все-таки груша... А, маслянистая. Ого. Вот. А вот это вот... Вот это. Я не помню. Я не помню. Ну, не важно, да, не важно. Не важно. Ну-ка, еще прививка. А это что? Ну, вот хожу по саду. Столько всего, что не успеваю даже поразглядеть. Вот. Груша. Бураковка. Бураковская Бураковка. Это тоже из красномясых. Вот это все, что у меня толком пошло. Это я отчитываюсь перед человеком, который мне прислал черенки. А какая-нибудь красномясо, я еще не знаю. Еще годик подождем и будет. Ну что, посмотрели мы, что такое посадка на холмы. Вот.